Ты смотри, Михалыч, рыбёху заделал сегодня, а? Смотрим, у нас лампочка сгорела. Так, Михалыч, ты там не ругайся, то я уже снимаю эту рыбёху. Да. С икрой видно рыба. На сколько килограмм? Было более двух килограмм, дало. Три дня лепил, впервые я такую вот... И что это за рыба? Судак. Судак? Да. И что, у нас судаки водятся? Ну, почему бы нет? У нас море судаки водятся? Ну, море же судаки, в озёрах живут. А, ты в озёрах? Ну, в озёрах у нас. Понятно. Даже и речная? Речная рыба, да. Я что, спросил. Вот она где-то 2-300 по весу, пришлось её в натуральный вид половинный вот. Ну, как под осенью. А если кита поймаешь, где какую картину ты нарисуешь, а? Я не буду его делать, маленького кита не интересный. А тут понимаешь, что окрас вот это, окрас под осенью. Да, да, да. Под осенью. Как раз под яблоки, как вот это всё осень. То есть ты заметил, как я вот смотрю с квартиры на 30-й батарее, какая вот деревья краски меняют. Да, осень красивая, конечно. Да, красивая в этом году. Не даром говорить золотая осень. Да. Она и золотая, и серебряная, и всякая. А вот я, что сейчас закончил акриловым лаком с этого, задул, поэтому и запахи дают. Да, оригинально. Ну, оригинально. Новое творение. Новое творение. Итак, друзья мои, Валерий Михайлович нарисовал новую картину. Ну, может, как-то не картину, а народное творчество, потому что ты на рыбу вообще, вон, выпрыгивать из воды аж, вон. Ну, рыба сделана в натуральный вид, полностью копию снял, перышки тоже, это было время мне это все подработать, вот. Ну, старался передать, как она выглядит в натуре. Ну, тут приписали, и у коси не приписали. Что-то вспомнилось у меня в детстве, что рябина у нас была, помнишь, постоянно? Да, красная рябина под моим окном. Ну, вот такой. Иван Семенович, ну, как тебе эта рыба? Когда попробуем? Вову, я хотел сказать, на сковородку ее срочно, на сковородку. Я нес, а ребенок один говорит, а что вы, говорит, сняли, говорит, шкуру и набили туда чего-то, и я сразу понял, что похоже. Похоже, похоже, да. Рыба похожа, да. Я написал стихи, в восемь строчек, то потом, если ты выложишь какой-то ролик, то я его сюда, ну, под осенью прикреплю. Ну, маленький ролик сделаем такой, что очередное творение Владимира Михайловича, да. Ну, вот такая задумка, я думаю, интересная, правда, необычная. Да. Да. Рыбешка огромная. Огромная, главное, натуральная, вот такая. Ну, я думал, что не буду изменять своим принципам, думаю, только буду морскую, а морская закончилась. Сюжий я ее перелепил, вот, ну, она уже подсыхает, вот. Придется в магазин «Океан» съездить в городе, взять живую рыбу там, очередную. Ну, вот, я думаю, следующую вот сделаю эту, не лосося, а осетру. Вот мне что-то понравилось, вот эта остроносная такая. Ну, ты знаешь, сейчас это не сезонно сетра ловить. Ну, магазинного. Да, магазинного. Это я предупреждаю, чтобы он не влип, это самое, забраконьерство. Это же не поверит, скажет, где-то живую взял. Ну, пока у нас в Черном море селедка пошла. Немного, но крупная. Правда, глубины 50-60 метров. Ну, надо далеко отходить, километра за три от берега. Да, километра два вчера были. У нас чуть-чуть, конечно, покачало. Помотало там, да? Лодка новая, конечно, оправдала свое доверие. Это вот то, что клеили, да? Ты понимаешь, наш производитель делает такие лодки, чтобы она потерлась. И покупали комплектующие, чтобы клеить, чтобы она не ходила так долго. Вот так. На себе. Куда на себя, никуда не на себя. Только не только коняк подходит, да? Да. Понятно. А название я придумал. Скажу тебе завтра. И поэтому сегодня я вот пользуюсь этим случаем. Я всегда думал, вот как ты говорил, как яхту назовется, так она и поплывет. И я вот думаю, как же назвать эту лодку. И сам себе в подсознании думаю, если ничего не поймаю, будет какой-то неудачный. А вчера поймали с товарищем рыбу чуть-чуть, поэтому название этой лодки будет «Удачливая». Ничего менять не буду, оно само собой пришло. То есть вы ее протестироваете, теперь можно у нас пободно на ней плавать, да? Однозначно, если Николай Крапутский смотрит, он всегда говорил, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Поэтому однозначно будет написано на бортах «Удачливая».